На этой неделе социальные сети Башкортостана облетела фотография, на которой Радий Хабиров со своим любимчиком Бардановым проводит какое-то мероприятие с ветеранами. Возмущению обитателей соцсетей не было предела, потому что они увидели, как по-настоящему глава республики относится к ветеранам и заслуженным людям. Мы не знаем, когда была сделана эта фотография, при каких обстоятельствах, что за мероприятие, но зато мы отчетливо увидим, что Хабиров и Барданов сидят в первом ряду. Отгородившись рядом пустых стульев от ветеранов и под дождем, зонтиков досталось только им, любимым, ему Хабирову и его любимчику Барданову. Ветераны мужественно переносят лишения ветер и дождь без зонтов и прочих защитных средств, а эти двое, собрав увешанных орденами людей, получая, видимо, галочки и отчеты о проведении мероприятия, не придают никакого значения, в каких условиях находятся уважаемые и уже пожилые люди. После публикации этого фото, конечно же, любые слова Хабирова о необходимости заботы и всевозможного опекания ветеранов, участников войны, заслуженных людей, защитников отечества, все эти слова будут пустым звуком. У нас на носу праздники 9 мая, 1 мая, да еще и, глядишь, залудят какой-нибудь день победы на Украине. Вот к этому моменту, конечно, появление подобной фотографии было бы очень неуместным. И, кстати, о духоподъемных мероприятиях. Из центра пришел запрет на участие губернаторов в похоронах воинов, убиенных на Украине. Теперь губернаторы перестанут ездить по этим похоронам, перестанут публиковать скорбные фотографии в местных и федеральных СМИ. Уж больно много стало этих похорон, и потому их потихонечку убирают из эфира, из первых полос газет. На минувшей неделе у меня был эфир на канале Аспекты, дружественный канал, с которым мы сотрудничаем. Этот эфир, кстати говоря, есть и на нашем канале, тоже можете его посмотреть. Так вот, во время этого эфира я, в общем-то, пошутил о том, что оценивая масштабы любви и пристрастия Хабирова к Донбассу, нам кажется, что он просто обязан, как честный человек, отправиться служить добровольцем на этот самый Донбасс и бороться с гидрой нацизма. Ну, это действительно была шутка. Однако не все наши зрители, подписчики и читатели отнеслись к этому с должным юмором. Многие написали в комментариях, что готовы помочь добровольцу Хабирову собраться в дорогу. Некоторые предлагали купить ему амбундирование, подсказать, какое лучше и какое ловчее будет смотреться ему в полевых условиях Донбасса. Были желающие помочь с провиантом в покупке сухих пайков для Хабирова. Некоторые даже вызвались довести его до границы с Украиной, чтобы для надежности, чтобы, как говорится, по дороге не сбежал. В общем, вот эта вот комическая история, она во многом иллюстрирует ту глубину любви, которую испытывает население республики к главе этой республики. Видимо, ознакомившись с этими ироническими комментариями, но так или иначе поняв, что немножко перегнал палку, Хабиров на минувшей неделе поспешил рассказать широкой общественности, кем он мечтает быть после того, как уйдет в отставку с поста главы республики Башкортостан. На встрече со студентами Башкирского государственного университета Хабиров трогательно поведал им о том, что после отставки он мечтает быть преподавателем вуза и снова преподавать любимое международное право, как это было много-много лет назад, когда Хабиров работал, а потом и возглавлял институт права при Башкирском государственном университете. Но, честно говоря, те, кто помнят те времена, конечно, отчетливо вздрогнули, потому что даже я, в то время не имевший отношения к юридическому факультету Башкирского государственного университета, по слухам и по многочисленным свидетельствам моих товарищей, ровесников и неровесников, так вот, по этим свидетельствам я помню, какой запредельный уровень коррупции царил тогда в юрфаке Башкирского государственного университета. То есть там вот даже просто в открытую назывались цифры, там то, что нужно было за поступление отдать, ВАЗ-2109 и прочее, прочее, там продажа оценок во время экзаменов и так далее, и так далее. Вот в то время, вот в эти времена как раз удивительным образом совпавшие с тем моментом, что Хабиров руководил этим юрфаком, царила вот такая атмосфера. И вот об этом снова мечтает Хабиров. Ну, безусловно, в одну и ту же воду не войдешь дважды, но приходит на ум и анекдот. Анекдот этот говорит о том, что профессора стареют, а вот студентки третьего курса никогда. Кстати, о добровольцах. На прошедшем неделе в интернете и в изданиях Республики появились фотографии и упоминания о том, что из Башкирии отправилась группа добровольцев на Донбасс. Не лишним будет отметить, что один из этих добровольцев, ну, не из этой группы, а из какой-то, видимо, предыдущей, уже вернулся обратно на родину, но упакованный в оцинкованное железо, это житель Стерльтамака. Кстати говоря, у несчастного остались дети и жена. Вот я бы хотел понять, что такое и каков юридический статус этих добровольцев. Существует уголовная статья о запрете наемничества для граждан Российской Федерации. В ней сформулировано так, что наемничество – это участие в военных формированиях иностранных государств. Судя по всему, участие возмездное. Так вот, в этих статьях, которые обошли СМИ и интернет в Башкирии на минувшей неделе, было указано и то, что денежное вознаграждение добровольцев на Донбассе существенно возросло в этот раз. То есть, хотелось бы понять, вот эти добровольцы, они добровольно идут куда? Ну, предположим, на территории Украины, вот в эти вот, значит, зоны, где сепаратисты пытаются отделить части Украины. Вот Украины. Окей, кому они будут подчиняться? Будут ли они воевать или они, например, будут налаживать народное хозяйство? Вот эти вопросы, они пока без ответа. Но то, как выглядели эти люди на фотографиях, не оставляло, наверное, сомнений в том, что они идут принимать участие в военных действиях, потому что так люди не одеваются, когда они едут работать в госпиталь или на стройке коммунизма, то есть на них была очевидна военная форма и так далее. То есть, вот кто-нибудь, наверное, должен дать юридическую оценку, может быть, даже правоохранительные органы, во-первых, призывом отправляться добровольцами на Донбасс, добровольцами или все-таки наемниками. Вот это нужно понять. Второе. Нужно дать оценку самим этим людям, которые туда отправляются, то есть в каком качестве они едут, в каком статусе они едут относительно гражданства Российской Федерации. Нарушают ли они какие-то законы? Не нарушают. Надо вот это понять. Потому что, повторюсь, статью о наемничестве никто не отменял. По прошествии почти двух месяцев того безобразия, которые творятся на Украине, становится понятно, что российское общество совершенно не едино в своем понимании, подходе и оценке вот этих событий. Элиты Башкортостана не исключение. Элиты Башкортостана тоже абсолютно не едины. Тоже не в едином порыве поддерживают все действия Владимира Владимировича Путина и его политику. В частности, в семье руководителя Центризбиркома Республики Башкортостан Илоны Макаренко полный разлад на политической теме. Ее муж Сергей Макаренко регулярно заявляет и действиями подтверждает свое несогласие с концепцией жены. Сергей Макаренко задерживался на мероприятиях, связанных с митингами Навального. Сергей Макаренко заявляет о своей антивоенной позиции, за что его задерживает полиция, отвозит в РОВД для опознания и выяснения обстоятельств, и так далее, и так далее, и так далее. Муж руководителя Центризбиркома Республики Башкортостан демонстрирует отчетливо антипутинскую идеологию. Однако это не помешало на минувшей неделе Илоне Макаренко получить одобрение от Центризбиркома Российской Федерации от Эллы Панфиловой на продление мандата Макаренко в ЦИКе Республики Башкортостан. Ну, действительно, ценными кадрами никто не разбрасывается. Мы же помним, как Илона Макаренко организовала выборы ради Хабирова, и как она же организовала выборы последней итерации в Государственную Думу от Республики Башкортостан. Такие результаты нужно уметь давать. Потому, видимо, решили закрыть глаза на мятежного мужа, который продолжает протестовать против мудрого руководства Владимира Путина, против его политики и против того, что происходит в Российской Федерации. В минувший четверг вечером в правительство Республики Башкортостан поступил очень тревожный запрос из Следственного комитета. Следователи настоятельно интересуются, кто из чиновников правительства причастен к заключению строительных контрактов с единственным поставщиком из структуры ФСИН. Эти контракты были заключены в рамках национальных проектов Российской Федерации здравоохранения, образования, демографии, культуры. А также в рамках региональных проектов развития строительного комплекса Республики Башкортостан, развития спорта, физической культуры, развития культуры, искусства и так далее. В рамках этих серьезных проектов, которые всегда находятся под прицелом контрольных и правоохранительных органов, было заключено более 50 контрактов на строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных сооружений, медицинских учреждений. По мнению Следственного комитета, все эти контракты были заключены с нарушением. Прикрываясь национальными и региональными проектами, соратники Хабирова обеспечили заключение контрактов с нужным подрядчиком из этой структуры ФСИН. Во всем этом, конечно же, просматривается роль Кучербаева, потому что именно он был на ключевом посту, и на него замекались процессы по заключению этих контрактов, однако следователи Следственного комитета очень интересуются тем, кто еще в правительстве способствовал Кучербаеву и его команде в заключении этих контрактов. Будем очень внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться эта история. Следователи Следственного комитета потребовали в срок до 25 апреля предоставить списки предполагаемых виновников в заключении этих контрактов. И напомню, речь идет о контрактах, заключенных в Хабировскую эпоху, это уже 18-19 годы. Судя по всему, не отстает от Белого дома по уровню коррупции в строительной сфере и мэрии города Уфы. На минувшей неделе прокуратура Республики Башкортостан провела пресс-конференцию, на которой сообщила о том, что в мэрии города Уфы выявлены чудовищные нарушения, в частности, халатности с применением особо крупного ущерба бюджету, по факту чего уже возбуждено уголовное дело. Речь идет о том, что прокуратура выявила нарушение реализации адресных программ развития территорий в городе Уфе. В частности, чиновники мэрии благосклонно и совершенно бесплатно, видимо, не требовали от застройщика возведения 60 социальных объектов, это те же самые школы, детские сады и поликлиники, которые застройщики должны были возвести в рамках освоения вот этих вот застроенных территорий. Вопреки обязательств застройщиков, чиновники не требовали реализации вот этих обязательств. Ну, ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Прокуратура пытается выявить поименно тех, кто причастен к этой халатности, преступной халатности, отмечу. Также будем смотреть, насколько хватит запала у ведомства добиться какой-то справедливости, потому что, честно говоря, поведение нового прокурора и его поднадзорного ведомства в Республике Башкортостан вызывает все больше и больше вопросов у жителей. Как-то очень уж вяло ведет себя прокуратура, особенно в отношении коррупционных преступлений. Вот хороший случай проверить, насколько решительно они будут действовать в отношении уфинской мэрии. Однако новый мэр Ратмир Мавлиев не унывает. Ему нипочем все эти ужасные наезды прокуратуры. Он продолжает гонять по Уфе на велике. Кстати говоря, в велошлеме за 37 тысяч рублей, как выяснили наши подписчики. Попутно Ратмир срывает незаконно расклеенные объявления и ловко избегает затопленных улиц Комсомольской, прорванных трупов до снабжения и даже не пострадал во время обрушения кровли, частичного обрушения кровли, новенького крытого футбольного манежа. Видимо, объехал стороной этот объект. Да, я не оговорился, в Уфе опять обрушилась часть крыши. В этот раз обрушился тот самый знаменитый крытый футбольный манеж, который еще даже до сих пор не сдан в эксплуатацию. Как многое из того, что строит команда Хабирова, видимо, он тоже был возведен из навоза и веток. Но даже не дождавшись госприемки, часть крыши этого крытого футбольного манежа обрушилась, подтверждая тем самым, что качество работ, выполняемых командой Хабирова, конечно, из рук вон плохо. В Уфе далеко все не так благостно и отлично, как им кажется. В частности, арбитражный управляющий МОЭД Данил Рыбалка на прошедшей неделе потребовал через арбитражный суд вернуть в физическое владение МОЭДом троллейбусов и трамваев, которые принадлежали этой организации. Ну, что само по себе неминуемо приведет к остановке электротранспорта в Уфе. Это понятно. Мэрия Уфы слегка так возмутилась и очень неумело потребовала отставки самого арбитражного управляющего. Юридических оснований у нее для этого нет, потому никакой отставки не случится. А вот остановит ли господин Рыбалка электротранспорт в Уфе на следующей неделе, мы узнаем действительно на следующей неделе, когда состоится заседание суда. А вот арбитражный управляющий УОО «Городские проекты» это такая ошечка, которая строила ЖК «Московский» от лица компании «Госстрой» и принадлежала Кириллу Бадикову. Так вот, этот арбитражный управляющий, который банкротит вот этот проект, потребовал от Кирилла Бадикова, сидящего сейчас в СИЗО, не много не мало, а 667 миллионов рублей. Эту сумму, по мнению арбитражника, арбитражника Кирилл Бадиков задолжал дольщикам ЖК «Московского», и вот арбитражник требует ее погасить. Но, судя по всему, арбитражный управляющий не в курсе того, что в СИЗО запрещено иметь деньги, и у Кирилла Бадикова на данный момент по карманам 667 миллионов рублей не найдется. А вот поискать где-нибудь на периферии, в Черногории или Греции, можно. Хотя, не знаю, получится ли это сделать в нынешней сложившейся международной обстановке. А вот жителям микрорайона Южный, которые было, все хотели дружно возблагодарить дорогого Радио Фаритовича за строительство нового прекрасного парка, одноименного с микрорайоном, того самого парка Южный, внезапно обнаружили, что, оказывается, часть их парка пропала. И теперь там возводится какое-то здание сооружения, а должен был быть там на этом месте площадка для стритбола и площадка для выгула собак. Так вот, стритбола не будет, собакам гулять будет негде, а некая оошечка с говорящим названием «Карина» планирует там возвести торгово-офисное здание. Уже на заборе висит проект, и жители с возмущением это обнаружили. Непонятно, кто разрешил, но появляется подозрение, что, собственно, вот в этой технологии в застраивании части территории, и кроется секрет того маниакального пристрастия Радия Хабирова к строительству парков и всевозможных скверов. Может быть, в этом и был тот самый дешефт, который он преследует при строительстве этих парков. Не знаю. Жители микрорайона Южный тоже не знают, но выясняют. Наконец-то случилось то, о чем так долго мечтал Радий Фаридович. В Башкирию прибыли беженцы из Донбасса. Ну, прибыли, конечно, громко сказано. До Уфы доехало всего 17 человек, которые решились приехать в этот странный регион, такой далекий, холодный и вообще уральский, сверху донизу. Граждане новообразований Украины прибыли на перрон у Фимского железнодорожного вокзала. Там их встречал господин Забелин как глава администрации, руководитель администрации, главы региона. Он сходу пообещал прибывшим 17 беженцам по списку жилье, трудоустройство, деньги, медпомощь, детские сады детям, школу детям. Хороший такой список, добротный. Многие бы жители Башкирии не отказались от таких благодеяний со стороны власти, но, увы, нужно быть беженцем из Донбасса, чтобы получить вот эти вот все блага. Ну, эти люди со странно однообразными такими испятыми лицами дали интервью журналистам на перроне и отправились в какой-то санаторий, где они теперь будут жить. Совершенно непонятно, за что им такое счастье подвалило, но, видимо, за то, что родились они в Донецке. А еще в рамках опеки над этими сепаратистскими территориями Ради Фаретович отправил очередной конвой в Луганскую область. В числе, в составе этого конвоя, как было сказано, есть в том числе и питьевая вода. Так вот, 40 тонн питьевой воды на автомобилях Ради Хабиров отправляет из Уфы в Луганскую область Украины. Ну, я посчитал стоимость доставки и получается, что стоимость питьевой воды удваивается, если ее на автомобиле грузовиком везти из Уфы в Донецк. Я не понимаю, а нельзя было купить в Брянске где-нибудь или еще где-то поближе к границе вот эту воду просто за деньги. Садит его на карточку денег кинуть, он туда прилетает, покупает воду, грузит в грузовики и везет через границу. Зачем простую питьевую воду, 40 тонн этой воды, тащить из Уфы в Донецк? Вообще непонятно. Но есть какие-то нехорошие ощущения, что с этими конвоями что-то не так. Почему заклеены государственные номера на автомобилях, которые стартуют торжественно с телецентра? Чтобы на камерах потом не видно было, куда эти машины едут? Они вообще туда едут? Ну, совершенно непонятно. То есть, вот эта перевозка досок, шифера, там, полиэтиленовой пленки и обыкновенной бутилированной воды на расстояние две с лишним тысячи километров, ну, это абсолютный абсурд. То есть, я понимаю, если бы они башкирский мед везли. Я с удовольствием отмечаю, что после определенного перерыва аудитория нашего канала снова стала нарастать. Это говорит о том, что мы избавились от всевозможного шлака и людей, которым с нами не по пути. Количество подписчиков стало увеличиваться. Мы очень благодарны всем, кто помогает каналу. К сожалению, помогать теперь ему можно только одним образом, это перечислять деньги на расчетный счет, который мы показываем в каждом выпуске и публикуем в первом комментарии. Также напоминаю о необходимости ставить лайки, комментировать, задавать вопросы. Это всегда хорошо и приятно. Особенно на фоне того, что завтра у нас намечается 57-й стрим открытой политики в 9 часов вечера. К этому стриму нужно подключиться и наконец-то поставить рекорд перешагнуть планку в тысячу человек одновременно присутствующих. Вопросы можно присылать и нужно присылать в комментариях вот к этому нынешнему сегодняшнему видео. Это самый простой путь для того, чтобы мы их увидели и ответили на них завтра. Но также завтра можно будет во время стрима в чате задавать любые вопросы. Пообщаемся. Так что завтра 21.00 Подключайтесь, поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова